еду еду на комбайне рядом спеет рожь едем и конечно на комбайне на очень авторитетном и большом немецком автомобиле в объемах салона вы можете сами судить так на таком общем плане меня еще никто не снимал что за машина машина это фирмы man настоящий мужик или мэн причем мужик очень мощный и конкретный такой 12 литровый двигатель выдает на гора 400 лошадиных сил здесь настоящие кони то есть большие и серьезные лошадки которые позволяют этому монстру даже с прицепом и снаряженной массой более 40 тонн ехать не напрягаясь вам не придется на горах пыхтеть скрипеть бегать подкинувать его он сам поедет машина девяносто шестого года соответствует стандартам евро 2 есть все перечислим это кондиционер это все возможные системы система автономной смазки ну для тех кто ездил на камазах наверно помню сцепку приходилось довольно часто смазывать здесь не надо ничего делать машина сама думает за вас есть здесь кое-что и чего нету большинстве наших отличных грудовиков но потому что просто невозможно чтобы это там было кондиционер электроподогрев сидений для чего эта машина вообще когда покупаешь автомобиль ну имеется ввиду легковой вы заранее можете попрощаться со своими деньгами как бы вы не любили свой авто но машина легковая если это не такси вещь невыгодная она выгодная конечно комфортом здесь есть все и комфорт и кроме всего прочего между прочим вы зарабатываете бабки машина окупаемая потому что грузовая есть здесь круиз-контроль вот мы сейчас едем на 8 передачи можно газ не нажимать достаточно установить и все про педаль газа мы забыли грузовик man это настоящий шедевр грузового автомобиле строения он универсален и как нельзя кстати подходит для среднего предприятия новый масс стоит примерно таких же денег но качество и надежность не идут ни в какие сравнения разве можно было еще десять лет назад думать что дальнебойщик может ехать в тапочках с кондиционером нет а сегодня пожалуйста этим грузовиком можно таскать и цистерны и фуры и холодильники универсальное сцепное устройство и лифты позволяют этому тягачу делать если не все то многое а это гордость мана топливный пак емкостью 600 литров одна заправка и можно ехать до москвы без остановок а почему нас немножко покачивает дело в том что этот сидельный тягач и пока у нас сзади нету фуры а я бы честно говоря не рискнул бы с фурой мотаться вот такие небольшие покачивания существуют но все равно машина достаточно мягкая и плавно их переносит почему мягко потому что задний элемент подвески она в исключительном идеальном состоянии на новое она пневматическое спереди правда нет но тем не менее едем и 85 километров час на машине стоит именно такой ограничитель я бы не стал на больших агрегатах гонять смысла нет едешь не спеша и с каждым километром у тебя прибавляется в кармане денежек разумеется как мы уже сказали машина для зарабатывания денег а не для просто катания хотя на таких машинах катаются достаточно быстро они участвуют в кольцевых автогонках по цене цена 28 тысяч долларов машина 96 года машина серьезная x как недорогая сравните за 28 тысяч долларов можно конечно купить новое рено но детник это вам как мы уже сказали не принесет машина только что приехала из германии в качестве дополнительных опций здесь стоит система запуска двигателя в холодное время независимая печка ну то есть вы не будете жечь лично лишнюю соляру об аппетитах этой машины ее можно сравнивать с любимым моему сердцу линкольном там каром машина кушает даже не кушает а слегка таким чуть-чуть завтракает соляркой в неснаряженном виде двигатель напомню 12 литров такая конкретная машинка расход составляет 17 литров солярки на 100 километров пробега при вот этой скорости примерно 85 километров в час но даже в случае если машина груженая будет расходовать она всего 25 это немного он здесь будет тепло и душой и телом а кроме всего прочего удовольствие от обладания таким агрегатом даже кратковременного я испытал очень большое а